определенно пришло время подводить итоги и хоть этот год был полон абсурда и несуразицы все же десяточка достойных фильмов набралась и я собираюсь показать ее вам меня как и всегда зовут джаст илья а вы на моем канале и если вы тут впервые то не забывайте подписываться на канал потому что дальше будет только лучше ну и не забудьте написать в комментариях какие фильмы я забыл включить в этот топ много чего вышло и не совсем можно было уследить ну или составьте свою десятку фильмов в комментариях и самую крутую я закреплю на первом месте ну а прежде чем мы начнем хотел бы посоветовать вам кое-какую интересную вещь а именно онлайн action war thunder ведь с выходом дополнения хозяева морей war thunder стал самым большим военным экшеном отныне абсолютно всем доступны не только танки и самолеты но также флот и вертолеты присоединяйся к эпическим морским баталиям с участием как юрких ракетных катеров так и огромных крейсеров подрывай корму врагам торпедами избиваясь зенитных орудий самолеты под управлением других игроков легендарные корабли четырех могучих наций уже ждут тебя war thunder теперь каждый может испытать и вертолеты доступные в сражениях с танками и самолетами кобра хьюи крокодил выбери культовую машину и отправляйся в бой подчеркни свой стиль ярким скином и наклейками выполняй задание сражаясь вместе с друзьями и получай награды с быстрым матчмейкингом ты не будешь подолгу ждать начала игры а еще war thunder идет даже на ноутбуках и слабомощных машинах качать бесплатно war thunder по ссылке в описании и получай крутые бонусы ну а теперь возвращаемся к видео место номер 10 лето лето это биографическая музыкальная драма 2018 года от кирилла серебренникова яркая российская картина пропитанная музыкой во всей красе это фильм о людях создавших музыку свое яркое время чьи песни слушаются до сих пор майк науменко начинает фильм с песни лето а заканчивает фильм на титрах отличной песней витицу кончится лето это производит мощные и сильные эмоции я если честно был рад что никто не спекулирует на ностальгии позднего советского союза узнайте мороженому за три копейки блошиным рынком и кухонным посиделкам поскольку как и все фильмы кирилла серебренникова этот происходит на воображаемой театральной сцене где время и место служит лишь обрамлением сюжета они его стержнем фильм обязательный просмотру место номер девять оверлорд приятная неожиданность ожидаемый зомби хоррор времен второй мировой на деле оказался настоящим сборником жанров смотреть которой одно наслаждение фильм начинается с мощной военной сцены и важно подчеркнуть тот факт что у фильма очень маленький бюджет но при этом эта сцена выглядит на все 100 миллионов и невольно начинаешь думать а тут ли фильм я смотрю сделан стандартно но крепко действие движется строго по заданному курсу сюжет не отступает на ненужную романтическую линию или на философские рассуждения он не озадачивает зрителя совсем уж не очевидными поворотами и сомнительными пассажем но и не радуя неожиданными твистами это сочнейший экшен и незамысловатый сюжет этот фильм дал мне отличный повод снова чаще ходить в кино фильм не притворяется чем-то иным он является тем что нам и обещали в тизерах и трейлерах точно не секта место номер восемь паранормальная в данном случае локализаторы по какой-то причине решили изменить название потому что оригинальная версия фильма называется the endless что как бы совсем не переводится как паранормальная сюжет такой еще будучи детьми братья джастин и арон бежали из секты через десять лет они получают видео послание от членов культа и решают навестить свою бывшую в кавычках говоря семью но вернувшись они понимают что кассету им никто не посылал а с этим местом явно что-то не так что нечто потустороннее во что верят сектанты существуют на самом деле честно говоря паранормальная это один из тех фильмов которые сложно описать парой слов поскольку скажешь больше раскроешь весь сюжет и смысл то есть его нужно увидеть конечно едва ли этот фильм можно назвать прям такие классическим хоррором но однозначно напряженная атмосфера в нем присутствует поэтому ради нее и захватывающего сюжета этот фильм заслуживает внимание совершенно неожиданно но это один из моих любимых фильмов 2018 года место номер семь мстители война бесконечности их никогда бы не подумал что произнесу такое вслух но конкретно в этом случае у марвел удалось создать реально харизматичного и крутого злодея который тащит на себе весь фильм нибудь в этом фильме таноса его бы можно было бы даже не смотреть если кто не знает у марвела вообще проблема с созданием злодеев фактически то на чем должен держаться весь фильм такого жанра попросту отсутствует мне тут даже нечего сказать вы видели этот фильм пересказывать синопсис не имеет смысла фильм хороший а это говорю вам я just илья человек который не переваривает всю эту комикс ную движуху место номер шесть реинкарнация в данном случае локализаторы тоже надумали лишнего ведь в оригинале фильм называется наследственность современный жанр хоррора склонен к самокопированию когда уже заранее идешь на фильмы ничего хорошего от него не ожидаешь обычно так всегда и происходит со мной но не в этом случае реинкарнация это пример того как ужас в кино чаще выходит из животного тела и пребывает в настоящем потустороннем облике сумрачном и леденящим ты не можешь его постичь разумом ты не успеваешь расшифровать его загадки а иногда сомневаешься в адекватности авторов настолько странно и жутко происходящее на экране в таких фильмах уже нет привычных перепадов настроений фундаментальных в кинематографе страх спокойствие страх спокойствие в этих фильмах страх оборачивается паранойей атмосфера угнетает с каждой новой минутой смотришь и понимаешь хэппи-энды в этом кино не предвидится место номер 5 дедпул 2 начнем с того что первый дедпул в свое время выступил настолько оглушительно что планка качества для будущего сиквела была крайне высока фильм о бывшем вояке с нестандартным чувством юмора запомнился метким и колким высмеиванием всех возможных штампов жанровых промахов и прочих прелестей коими грешат создатели подавляющего большинства современных голливудских блокбастеров дедпул 2 это и боевик и драма и комедия в одном флаконе заставляющие как сопереживать героем так и смеяться над их проделками и меткими фразами над которыми в принципе постарались наши переводчики фильм оставляет приятное послевкусие и содержит мораль которая хотя и не нова но актуальной по сей день при этом зрителю не обязательно быть скажем так в теме чтобы без труда вникнуть содержание картины а значит что дедпул 2 может понравиться не только фанату этой киновселенной по сути дедпул это что-то вроде голого пистолета от мира кинокомиксов 24 23 место номер 4 тебе никогда здесь не было пропала девочка подросток есть все основания полагать что ее похитили и теперь она работает в борделе для малолеток отец девочки крупный политик нанимает бывшего агента фбр чтобы отыскать и спасти единственную дочь у отставного военного следующего кодекса чести эта задача не вызывает сложностей он спасает ребенка вызвали в девочку из рабства он выясняет что за похищением стоит влиятельные коррумпированные люди тебя никогда здесь не было это своего рода психологическая игра фильм построен таким образом что у зрителю постоянно кажется что он где-то отсутствовал и нечто важное пропустил поэтому картина событий складывается с трудом поэтому на первый взгляд банальный триллер а заложница перерастает в новаторском фестивальное кино зритель не знает и не видит больше чем сам герой благодаря этому сумму ужас и удивление накатывают одновременно на тебя и на экранного персонажа место номер три мэнди это даже не кино это что-то большее но она сработает таким образом только в случае если тебе удастся довериться ему и отдаться ему полностью кино выполнено в неповторимом визуальном стиле мастерское использование цветов и музыки создает гипнотический эффект местами уровень фантасмагории поднимается до невиданных доселе высот особенно аутентично выглядит наркотический ритуал трип культистов визуальный ряд достигая своего апогея иногда переходит в мультипликацию шаг за шагом творя киномиф не будь я таким говноедом поставил бы этот фильм на первое место вот уж воистину триумфальное возвращение николаса кейджа не всем могу посоветовать этот фильм но те кто посмотрят не пожалеют но если вы посмотрели фильм и у вас остались к нему вопросы то я оставлю ссылку на подробный разбор этого фильма который расставляет все точки над и ссылка будет в описании когда я смотрю на свои руки на отпечатки пальцев я вижу как они двигаются место номер два аннигиляция очень часто в наше время не только матерые киноманы но и рядовые зрители охотно жалуются на то что современный кинематограф охотно деградирует деградирует чрезмерным количеством продолжение успешных картин и экранизации комиксов деградирует преимущественным пренебрежением оригинальностью и ведомостью конвейерному производству неожиданным спасением можно считать данный фильм режиссера алекса гарланда который можно смело назвать одним из лучших фильмов этого года фильм начинается примерно так же как огромное количество фильмов про инопланетное вторжение практически с первых же кадров демонстрируется таинственное космическое тело которое совершает экстренную посадку на планете земля это космическое тело не только разрушает фундамент маяка но и трансформирует область в районе этого маяка во что-то нечто иное и новое аналогично тому как невольно экспериментируют это инопланетная сущность со скрещиванием нескольких видов и создание нового и куда более идеального вида знаете я пожалуй вот здесь я остановлюсь потому что дальше будут спойлера просто посмотрите фильм пожалуйста посмотрите и вы не разочаруйтесь ладно давай я даю разрешение с кем ты треплешься психопат первое место апгрейд киберпанк это одно из самых популярных направлений научной фантастики и она активно используется в мировом кинематографе существует несколько общепризнанных шедевров данного жанра однако очень сложно предоставить современному зрителю оригинальную и интересную историю а потому многие современные киберпанковские фильмы не пользуются особым признанием у публики апгрейд это интересный портрет киберпанковского будущего в котором вмешательство технологий уже не остановить этот фильм балансирует на стыке научно-фантастического триллера экшен боевика с элементами детективного расследования и драмы автор фильма представляет зрителю один из лучших проектов киберпанковского жанра за последние годы качественное кино которое придется по душе поклонникам данного направления и не только но если говорить о его качестве он стоил копейки по современным меркам а именно пять миллионов долларов а выглядит реально круто ну и сами рассудите плохой фильм я вряд ли бы поставил на первое место ну что ж на этом у меня все следующим роликом я выпущу топ-10 худших фильмов 2018 года не забывайте в комментариях писать свои подборки и лучшую я закреплю на первое место меня зовут just илья увидимся в следующем ролике